Да, иногда год длится, иногда меньше, иногда месяц, да, то есть не поймешь, но приблизительно вот так они, то есть люди передают информацию друг другу, вот здесь платят деньги, люди туда идут и в этот момент, значит, дверца опускается, компания закрывается, как правило, и тоже закрывается не сразу, они начинают хромать, там сайты хромать, там делать какие-то ошибки, как бы нечаянные, и в течение год-два эти компании закрываются, но в тот момент закрывается, когда уже много-много людей пришло, много-много людей внесло деньги, и понятно, что те, кто внесли деньги позже, те, кто внесли деньги, особенно последние, а их как, их огромное количество получается, вот в этот момент компания закрывается, вот такая сейчас вот новая схема, которую я обнаружил, да, я ее расследил, просмотрел, и вот сделал для себя такие вот выводы, да, но правда многие люди думают, вот я зайду, как бы в начале, и успею там что-нибудь сделать, да, но я вам скажу тоже, что никогда не знаю, какая компания, когда закроется, очень много компаний, которые закрываются, даже месяц не просуществовал, то есть они тоже на это рассчитывают, привлекают народ, народ заходит, поэтому, поэтому каждый, конечно, должен смотреть самостоятельно, да, у кого денег нет, они не должны рисковать, это все равно, что играть в рулетку, у кого есть лишние деньги, могут поиграть, да, могут поиграть, 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 пощекотать нервы, ну, как в рулетку, как вот идет человек в рулетку, он же не надеется выиграть, ну, знает, что он подготовил столько-то денег, и он и должен проиграть, как правило, рулетки, никто никогда не выигрывает, ну, вернее, кто-то, конечно, выигрывает, Но потом все равно проигрывают эти деньги. То есть, люди, которые показывают, как практика показывает, когда-то выигрывают какую-то сумму. Они это помнят в голове, что они выигрывали. И потом играют, играют, играют и в конце концов, обязательно проигрывают. Я знаю одну историю. Я знаю одного человека, который выиграл на бирже очень много денег. Столько денег, что он даже себе купил дом. То есть я лично знаю этого человека. Он купил себе дом. он был банковский работник, и все время, так сказать, это хорошая мысль у него в голове крутилась. Но однажды, когда он ожидал очередного подъема на бирже, очередного подъема, но биржа тоже работает по тому же принципу, кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. Когда он ожидал очередного подъема, он взял большие суды и вложил, думал выиграть опять. Знаете, когда память помнит, что когда-то человек выиграл, он обязательно хочет еще раз попробовать. Вложил огромные деньги и все, до нуля проиграл. Я знаю, что я разговаривал с его матерью, она говорила, не знаю, или он вообще сможет выжить, пережить эту ситуацию. То есть это вот так. Компания, кстати, с маркетингом ничего общего с подобными мероприятиями не имеет. Это бизнес, где нужно работать. Человек может работать. Многие люди думают, вот зашел, ничего не буду делать. Ничего не делая, здесь я думаю, что заработать невозможно. То есть сразу я хочу отсечь тех людей, которые пришли, как инвестицию, положат пару тысяч долларов и ничего не делая, заработают денег. Это исключено. Но хотя элемент, если человек здесь приобретает акции, то есть акции компании, которые на рост идут сегодня, будут идти. То есть сегодня еще акций нет, то есть это тоже неправильное высказывание. Сегодня акций нет, сегодня компания готовится к акционированию. Но сегодня компания создала клуб учредителей, и этот клуб учредителей, он зарабатывает деньги, которые выплачиваются человеку ежегодно. И когда компания выйдет на акционерное общество, это, я думаю, пройдет еще года два, да, может раньше, ну я всегда беру больше срок, и тогда, когда можно будет приобрести за эти деньги акции, и если компания будет расти, тогда, конечно, это может быть пассивный доход, да. То есть, ну, ожидать этого, долго сегодня, так сказать, заходить, ну это дело каждого, конечно. Я сегодня покажу путь, где человек может, зайдя в компанию, разобраться с ней, и легально, законно, официально, работая, работая в компании, заработать себе приличный источник дохода, да. Прежде всего, конечно, у нас есть лекции, которые вы можете посмотреть, предыдущие, да, предыдущие несколько лекций, вы можете посмотреть, причем зайдя в любую из них, их там, вы можете еще штук, 70 посмотреть, предыдущих, если есть время. То есть, кто хочет, он информацию получить может, да, разобраться можно. Но я сегодня расскажу конкретно, что это за компания, и как можно зарабатывать деньги, и на чем, и на чем. Прежде всего, должен сказать, что компания берет направление именно сервисное в интернете, да, то есть, это технологическая компания. И основное направление, это предоставление всех услуг в интернете для того, чтобы делать рекламу в интернете. Еще раз повторяю, предоставление практически всех необходимых услуг для того, чтобы создать рекламу. А если чего-то еще нет у нас, то это у нас будет. Потому что я сказал, компания у нас развивающаяся, она только на развитии. И должен вам сказать, что вот только в ближайшее время, несмотря на то, что у нас работает уже на сегодняшний день более 100 инженеров, более 100 инженеров, которые занимаются разработкой, да, сегодня у нас еще 12 человек набрали дополнительно, да, то есть, ближайшие несколько дней назад, да, и компания развивается. Я просто сравниваю с периодом, скажем, пятилетней давности, когда в компании фактически было несколько программистов, несколько специалистов, которые занимались компьютерным обеспечением, а сегодня это очень много, очень много человек. То есть, это о чем-то говорит. Более того, качество специалистов совершенно другое, совершенно другие специалисты. То есть, очень много их уже сегодня поменялось. Это специалисты высочайшего, высочайшие специалисты. Высочайшие. Ну, достаточно сказать, что практически все эти люди, они имеют опыт работы в Силиконовой долине. Вы знаете, что Силиконовая долина это high top, да, это высший уровень из специалистов, программистов. И эти люди имеют опыт работы, многие из них имеют опыт работы в Google, Yahoo, в Яндекс, то есть, в известных компаниях, Oracle, Microsoft, то есть, в известнейших мировых компаниях. Поэтому я смею предположить, что те продукты, которые они выпускают, что они хорошие, да, что они хорошие. Я предполагаю, да, то есть, мое предположение, что они хорошие. А жизнь покажет. То есть, если посмотреть рост компании буквально за последнее время, мы были еще где-то там на 800 месте, то сегодня, по-моему, уже где-то на 400 с чем-то. Хотя компания вообще на это не обращает внимания. Я слушал лекцию основателя компании Стива Реннера, основателя компании. Он сказал, что мы хоть должны быть только первые в области рекламы. Знаете, вот такой вот, не в Милтоне, да, не в каком-то маленьком городке, а первые в мире. Первые среди всех сайтов. То есть, наш сайт, аксесс-маркетинг, должен быть первый среди всех сайтов по рекламе. Да? Потому что, вы понимаете, человек дает, если мы первые, человек дает рекламу через наш сайт, его сайт резко поднимается среди всех остальных сайтов. Что, собственно говоря, является нашей целью? Чтобы люди в интернете могли делать рекламу доступную. То есть, цель компании. И вы знаете, и я вот рассуждаю, да, то есть, в общем-то, цель такая серьезная. Некоторые даже, может быть, улыбаются. Ну, что вы там? Как вы можете быть первыми? Вот. Но я вам скажу, что, судя по тому, что делается в компании, судя по тому, какая организационная работа сегодня идет. Я звоню, я постоянно в курсе дела, что происходит. То есть, работа кипит, просто кипит. Потому что целый ряд новых продуктов. Вы знаете, что все продукты, которые просуществовали там год или полтора, они уже старые, они уже не бедятся. Сейчас нужно делать новые. И постоянно у нас будут выходить новые продукты. Ну, многие уже знают, кто не первый раз сегодня на моей лекции. Те люди уже знают, что сегодня готовятся к выпуску. В апреле пойдут первые партии, первые партии новых продуктов. В апреле месяце уже прямо вот-вот-вот-вот. Что же это за продукты? Еще раз повторяю, это очень важно понять. Наша цель сделать для людей доступную рекламу. Потому что сегодня много, как бы, в интернете рекламы, много. Но она недоступная, она дорогая. Я всегда говорю, что нет плохих продуктов, есть плохая цена. Если это дорого, значит, это плохо. То есть, одно для меня представление. Все, что, не важно, что. Есть плохая цена. Потому что многие люди говорят, а нам не важна цена. А я говорю, что цена это самое главное. Если, ну, знаете, я иногда грубо говорю, я говорю, куча навоза по хорошей цене, это хороший продукт. Да? А хороший компьютер, значит, по дорогой цене, да? Это плохой продукт. Потому что он дорого, он не всем доступен. Сегодня рекламу себе могут позволить сделать, ну, считанные, считанные компании. Да? Компании. Почему? Потому что дорого, через известные сегодняшние компании делать рекламу. Это дорого. Ну, и самое важное, что даже если... Да и не разберешься потом. Да? То есть, ты кому-то заказал рекламу, они тебе сделали эту рекламу. Прошло какое-то время, нужно делать опять рекламу. Значит, ты ничего не понимаешь. Значит, опять обращаешься к этим людям. Они опять берут у тебя деньги. И так будет постоянно. То есть, человек на крючке, и когда уже у него там что-то получается, уже какой-то результат получается, он вообще не может оттуда оторваться. Как, скажем, сегодня многие все делают, то есть, как бы привязывают людей то, что лично мне не нравится, когда меня привязывают к чему-то, и я, как бы, попадаю в ситуацию необходимости совершения действия. То есть, я обязан уже идти через ними. Как женился, да? В компании к сэс-маркетингу совершенно подход другой. Абсолютно другой. Первое. Во-первых, намного дешевле. Намного дешевле. Второе. При определенных условиях человек что-то будет делать в компании. Что-то будет делать. Он имеет возможность себе деньги заработать. То есть, при определенных условиях вообще бесплатно получается реклама. То есть, если я потратил какие-то деньги, и столько же денег заработал, то у меня получается реклама бесплатна. То есть, аксесс-маркетинг имеет возможность заработать деньги. Да? И некоторые люди, абсолютно, да? Потом чуть-чуть ниже скажу. Но это очень важно. То есть, не только если я рекомендовал лично, да, кого-то. Даже если я кого-то рекомендовал, и через меня кто-то другой создал рекламу, мне все равно компания выплачивает какие-то бонусы. Справедливо ли это? Я считаю, что это справедливо. Я считаю справедливо, что если бы компания благодаря вам получила какую-то прибыль, неважно, когда вы помогли компании раньше, либо сегодня, у компании специальный маркетинг план. И компания вас благодарит за это. Я думаю, что это те основные моменты, которые, в общем-то, на которых держится этот бизнес. Еще раз повторяю, что это бизнес для того, чтобы для людей, чтобы люди могли создавать рекламу. А зачем это нужно? Кому это нужно? Кому нужна эта реклама? Вы спросите меня, да? Зачем вообще это нужно? Зачем мы городим огород, который, так сказать, сегодня ноги хорошо обходятся и без рекламы? Возможно. Возможно. Но время меняется. Что мне нравится в компании Аксесс-маркетинге, и последние где-то года два, они именно этими занимаются. Они думают о том, что людям понадобится через год, через два. Вы понимаете, то есть они не начинают заниматься тем, что людям нужно сегодня. Они начинают заниматься тем, что людям понадобится через год, через два. Это очень важно. Это то, что мне нравится. Это то, почему я здесь. А через год, через два, то есть в ближайшее время, жизнь настолько кипит, что в ближайшее время многие люди перейдут к компьютеру 100%. То есть бизнес без компьютера, если любой бизнес, который стоит на земле сегодня, я думаю, что через два года, если эти люди сегодня не задумываются о том, как перейти все на интернет, и продажу, и все-все-все-все, то эти люди очень сильно пострадают. Я просто беру, я вам скажу, беру просто образец. Вот у нас тут были книжные магазины. В Нью-Йорке была целая сеть книжных магазинов. Причем хорошие книжные магазины, шикарные сети, шикарные. Но хозяева этих магазинов вовремя не подумали о том, что книги люди любят покупать через интернет. Что не только такие книги, что надо продумывать интернет-продажу. А слабые магазины, скажем так, которые были в тот момент менее развиты, да, то есть на низшем уровне, чем известнейшие магазины, они еще не называют имена. Эти продумали. И что сегодня произошло? Известные сегодня фирмы книжные просто закрылись. Просто закрылись. И народ перешел к тем, которые, так сказать, используют рекламу в интернете, которые используют интернет. Я думаю, это произойдет со всеми компаниями. Если сегодня еще руководитель любой компании не думает о том, как создать веб-сайт, как свой сайт рекламировать через интернет, я думаю, что эти люди проиграют. Я думаю, что эти люди проиграют. Потому что мир стремительно, стремительно идет к тому, что очень многое будет происходить через интернет. Я вам скажу просто цифры. Если недавно цифры, да, еще буквально лет пять назад на интернет-рекламу тратилось порядка 0,2 триллиона. Сегодня тратится полтора триллиона долларов на рекламу. Казалось бы, огромная цифра. Уже как бы сегодня огромная цифра. Это сотни-сотни тысяч веб-сайтов рекламируются через интернет. И эти люди зарабатывают через интернет. Но в ближайшие несколько лет ожидается 15 триллионов долларов денег будет потрачено на рекламу. Вот они цифры. Все. И это жизнь. Причем я думаю так. Когда сегодня говорят 15 триллионов, на самом деле жизни будет гораздо больше. Это предположение. 15 не будет больше. Потому что я наблюдал, как предполагали там 100, а на самом деле 200. Предполагали 200, а на самом деле было 300. Предполагали 300, а на самом деле было 500. То есть интернет развивается непредсказуемо. А почему? А потому что компьютеры развиваются. Очень развиваются компьютеры. Во-первых, они становятся доступны практически любому человеку. Но может сегодня еще и не любому человеку. Но купить компьютер, во-первых, он мощнее, да? И он становится дешевле. Я вспоминаю, как я покупал еще 5 лет назад там Тошибу какую-то там за 1200 долларов. Сегодня Тошиба лучшая. Да, лучшая та же Тошиба, только лучше. Гораздо мощнее. Стоит 300 долларов. 400 долларов. Сегодня можно за 1000 долларов построить компьютер. Ну просто целый сервер огромный в доме будет стоять. Который будет делать огромные операции. Я вам скажу сегодня, ну просто компьютерная революция во всем. Во всем. Вот я сейчас вот читал проект один. Компания скупила землю и будет строить умные дома. Умные дома. То есть дома, где вы там встали и все через компьютер там. Слепнули там ладоши. И вам там кофе подъехало там и еще что-нибудь. То есть мир кардинально меняется. Все меняется в этом мире. Все через компьютер. Вы знаете, даже сегодня компьютер может лечить людей. Я смотрю, да, то есть, ну просто невариантные вещи происходят. И, конечно, люди будут дольше жить. И все будет другое. Могут контролировать свое здоровье. И, конечно, всему нужна реклама. Всему нужна реклама. Вот компания Аксесс Маркетинг вот к этому моменту и готовится. Знаете, когда мне некоторые там спрашивают, вот, там, чего-то там нету, да, там, звонят. Я говорю, ну, ты же посмотри на главное вообще, что делается. Нас интересуется комплекс решения всех вопросов. Оно примерно будет, как бы, одномоментно происходить. И сейчас я чуть-чуть скажу, конечно, про продуктах немножко, да. Но компания, компания, да, и, собственно говоря, и вот сейчас то, чем я сейчас вот занимаюсь, наша задача создать трафик людей, которые захотят сегодня возглавить передачу информации, скажем так. Сегодня передача информации, когда не совсем очевидна, да. То есть, многим не очевидно, они, не знаю, многие люди подождут, когда будет, все это будет, да, когда это все это будет. Я всегда говорю, что отдыхать нужно до того, как устанешь. Когда ты уже устал, ты уже устал, уже тело износилось. То есть, нужно отдыхать, пока ты еще не устал. А в бизнесе нужно всегда видеть, предвидеть бизнес еще до того, как пойдет масса людей. Пойдет масса людей. Вот такая вот тенденция. Человек увидел, угадал, значит, это не называется повезло, значит, он правильно принял решение. А если он не угадал, не предвидел, значит, ну, как один сказал, говорит, что если у тебя нет дополнительного дохода, он говорит, ну, я тебе сочувствую. Я тебе сочувствую. Итак, реклама у нас будет четырех видов. Это реклама сайта, баннерная реклама, реклама... Сейчас я сниму слайд назад. Это реклама сайта, реклама текстовая и мобильная реклама. И должен сказать, что, скажем, из всего, да, я думаю, что процентов 60 компаний берет направление на мобильную рекламу. Потому что если, опять-таки, потому что все переходят сегодня на мобильные телефоны. Потому что никто уже не ходит с этими огромными аппаратами, да, никто уже сегодня, мало кто даже сегодня дома держит телефон. Но он, собственно, не нужен. Потому что мобильный телефон заменяет все. И компания берет направление мобильные телефоны, и не просто мобильные телефоны, а андроиды. Кто не знает, что такое андроиды, я скажу, это Самсунги, да. В основном Самсунги, андроиды, ну, есть еще целый ряд других андроидов. То есть не айфоны. Вот не знаю почему, но почему-то не айфоны. Вот такая вот, вот такая вот есть, такой вот нюанс, да, такая особенность. Не айфоны. Хотя айфоны, может быть, и не хуже, чем андроиды, я думаю. Но поскольку я сегодня занимаюсь компанией Аксесс Маркетинг, я просто купил себе андроид вместо айфона. И мне очень нравится. Мне очень нравится, я уже покупаю четвертый, и я доволен лично, да, то есть мне очень нравится. Он большой, удобный, большие цифры, можно и видео посмотреть, удобно, и кино посмотреть, и все на свете. Айфон, по моему мнению, он маленький, да, его легче держать в руке, но мы же не очень все время. Есть сегодня специальные такие вещи, которые цепятся, прицепляется телефон сбоку на поясе, и очень удобно. Поэтому я себе, вот уже беру четвертый, четвертый андроид, четвертый самсунг, и лично доволен. Реклама постоянно совершенствуется. Постоянно совершенствуется. Китали, идут, так сказать, все время все глубже и глубже. И вот недавно мне звонили, люди уточняли, как по времени сдвинуть, да, по времени сдвинуть. Потому что, скажем, человек делает рекламу в Москве, а реклама настраивается по времени Миннеаполиса, да. Надо просто, просто понимать, что отсчет времени идет по времени Миннеаполиса, и сделать разницу в часах. Значит, если в Миннеаполисе сейчас в час ночи, допустим, да, так, значит, человек хочет, скажем, делать этап, значит, он должен поставить по Миннеапольскому времени, скажем, такое-то, такое времени. Просто посчитать, да, потому что некоторые немножко там запутали, они ставят, скажем, по московскому времени. А реклама, получается, проходит по Миннеапольскому времени. Есть такой вот нюанс. То есть я как бы сразу отвечаю на вопрос. Я звонил в офис на этой неделе, и все это элементарно, элементарно подсчитывается. А вообще лучше всего ставить на 2-4 часа, да и все. Какая разница. Какая разница. Ну, тот, кто хочет детально, потому что сегодня возможно детально, полная деталировка. В каком городе, в какой стране, какое расстояние от центра города, и в котором часу делать эту рекламу. И на каком языке, да, на каком языке. Это все очень важно. Час продуктов. Вот сейчас вы видите один из продуктов, Webcast. Да, я этим продуктом сегодня пользуюсь. Я думаю, что прекрасный продукт. Ну, слышно меня, видите, на 10 баллов. Значит, хороший продукт. Это уже наш продукт, личный. Да, скоро выйдет ритейл-план, чтобы мы его продавали. Потому что ритейл-план выйдет одновременно с другими продуктами. Вот. А пока мы этот продукт, многие получили его бесплатно. Просто получили бесплатно, как лидер. Да, лидеры получили бесплатно для того, чтобы они могли презентировать наш бизнес. Тут тоже можно делать разные деталировки. Можно видео показывать. Можно фотографии. Очень удобно. Продукт Webcast Pro. Видите, вот так он выглядит. Webgram Pro. Webgram Pro. Давайте вернемся. Webgram Pro. Тоже целое направление. Компания говорит, что в ближайшие несколько лет люди будут пользоваться в основном видео. Видео разными программами, конференциями, сообщениями. И веб-сайты будут состоять из сплошных видео. Ну, так предполагает компания. Так предполагают специалисты. Ну, собственно говоря, я тоже так думаю. Ну, потому что человек-то ведь он ленивый. Вообще вся жизнь от чего? От того, что человек ленивый. Да, все вот происходит. Сначала он начал придумывать себе велосипед и так далее. От лени. Ну, понятно. То есть лени-то, видимо, неплохо, да? Когда человек... Ну, так устроены люди. И то, что нас стимулирует двигаться вперед по жизни, да? Я думаю, что это развитие. То есть, как бы, я считаю, что вот есть два человека, да, в мире живет. Два человека. Один считает, что жизнь это удовольствие. И от жизни как можно больше удовольствий. Да? Это один человек, так скажем, одна категория людей. Я считаю, что это тупик. Почему тупик? Потому что, если у человека такой смысл жизни в удовольствии, в сплошном удовольствии, то он никогда не будет доволен. Потому что на каждое удовольствие всегда найдется что-то лучшее. Вы знаете, даже был такой эксперимент, когда... Я думаю, что многие знают, когда крыса делала все время удовольствие, когда она нажимала на педальку. И вот она нажимала, и удовольствие получала. Нажимала, и удовольствие. И она все время не могла сойти с этой педали. Она все время кликала, кликала, кликала на эту педаль, пока не умерла. Ну, вообще, которая такая философия, я думаю, удовольствие от жизни. Бери только удовольствие для себя. То есть, все в жизни для меня, ради моего удовольствия. И я думаю, что тоже у человека приходит тупик, потому что наступает старость, и человек уже немного зато себя видит по-другому, и он начинает расстраиваться и так далее. На самом деле, вторая философия, если человек считает, что жизнь – это развитие, и цель жизни – развитие, что есть какая-то сила, которая нас создала с целью нашего развития, тогда этот человек никогда не будет разочарован, он всегда будет в тонусе, и страхов для него, я думаю, не должно существовать. Потому что он будет воспринимать любое событие в своей жизни, абсолютно любое, как учебу, как урок. Если вы придерживаетесь этой философии, то я вас поздравляю, вы на правильном пути. То есть, вы будете иметь тогда-таки удовольствие от всего, что с вами будет происходить, потому что вы будете постоянно развиваться. Я просто вспоминаю, как я научился ездить на велосипеде. То есть, как бы, все время падал, падал, я помню, выходил, мне купили велосипед, я все время падал, падал, но какая радость, когда ты поехал, да? То есть, если ты воспринимаешь жизнь, как просто падение с целью учебы, обучения, то, когда ты уже получаешь то, ради чего ты падал, когда ты уже выучился, ты получаешь огромное наслаждение и удовольствие. Поскольку человеку совершенствоваться есть куда, да, нет предела, я думаю, что мы сегодня, ну, есть такие теории разные, да, много, что примерно 125 ступеней развития человека есть, мы находимся, еще не дошли до первой, примерно так, да? Ну, кто-то может где-то близко к первой, кто-то еще далеко от первой. То развиваться вообще есть куда человеку, душе, да, если такое понятие немножко, так сказать, его затонуть. И если все воспринимать как развитие, как учеба, то все будет замечательно. Ну, это отдельная тема, отдельных занятий. Я думаю, что мы иногда практикуем подобные занятия. Вот, и поэтому Webgram, да, Pro, это новая ступенька, что люди хотят видеть сегодня все на видео. На видео, то есть не хотят даже читать. Это нормально, да? Это нормально, то есть они получили урок чтения, а сегодня они уже достойны более высокого урока видео. Видео, я думаю, что за эти видео пойдет какое-то видео, голограммы и прочее, прочее. Предела нет, предела нет. Сайт-билдер, сайт-билдер, да, сейчас тоже у нас уже вышел новый сайт-билдер, только вот мы все ждем его поступления в розничную продажу. Вот-вот тоже, ну, у нас есть график поступления, по-моему, сайт-билдер, у нас по графику надо посмотреть, когда он выходит. По-моему, второй квартал этого года. В твере у нас выходит Аксес Локал. Вот этот вот замечательный продукт, я думаю, всем-всем-всем понравится, потому что каждому бизнесу нужно делать рекламу. И вот Аксес Локал, я думаю, это первый-первый, самый первый маленький продукт, с помощью которого любой человек, любой бизнес может сделать для себя рекламу самостоятельно. На доступном языке. Не надо никого просить. Не надо просить программистов, специалистов, которые делают то же самое, подвязывая человеками веревочку. Вот он ключик золотой, да. Вот он ключик. Либо вам кто-то делает, да, если вы просите кого-то, чтобы вам что-то сделали, или вы прошли это сделали сами. Что хорошо в нашей компании? Вы, допустим, не знаете, читать не умеете, видео не понимаете, разобраться не можете. У нас есть субпорт на русском языке. Ну, на других еще языках, конечно. У нас есть спонсоры на русском языке. У нас есть видео, причем, когда только мы получаем новые продукты, мы сразу по ним делаем видео. Причем, видео делают сразу много лидеров разных. Кому какой нравится, да. Кому-то не нравится такой акцент, слушать на другом акценте. Кому-то не нравятся такие глаза, будет смотреть другие. Каждый убирает, что не нравится. Но что главное, что я думаю, что ни один бизнес не скажет нет. Не скажет нет. И деньги разные. Есть и маленькие, тут и большие деньги, и больше. Профессиональный пакет, там, 100 долларов примерно, да. Это немного, когда человек может там разместить и видео, и всякое описание, и все, что он там делает, и все свои цены, и как добраться, и карта прямо в гугле. То есть все очень и очень удобно. Бизнес-листинг тоже выйдет сейчас в апреле. Выйдет бизнес-листинг. Да? Выйдет. Максимально можно добавлять в рекламу ключевые слова. Причем они как бы, эти ключевые слова, у нас есть программа, которая выдает поиск этих ключевых слов. Какие лучшие слова нужно поставить, для того, чтобы когда клиенты будут делать поиск, и какие лучшие слова, обычно встречающиеся слова, эти клиенты набирают, чтобы они к вам попали. Фотографии разместить, галерею сделать различные, там, имиджи, видео, телефон поставить в ваш имейл, адрес, имя вашего сайта, краткое описание, и подробное описание уже на вашем сайте, ссылка. И карта, и купоны, вы можете разными купонами привлекать людей, да, делать какими-то скидками, и все это в одном месте. И будет и мобильный листинг. Я не знаю, если сейчас с этим листингом выйдет мобильный, но будет и мобильный листинг. То есть все то же самое можно будет делать на мобильном телефоне. Ну и, конечно, интеграция к социальным видео привязана. Потому что сегодня без социальных сетей никуда не денешься, да. В социальных сетях сегодня это... Ну и, конечно, классифайт совершенно бесплатно, если нужно что-то продать, там, купить, посмотреть. Это все выйдет время. Ну, чуть позже выйдут ивент, тоже там все встречи можно будет посмотреть. Ну, суд-то одна, все то же самое. Да, делы, да, access local deals различные. Сегодня у нас уже есть продукт бесплатный, воин суши, да, то есть можно играть в игры. И самое интересное, знаете, в чем заключается? Все, чем бы человек ни пользовался, абсолютно все, все эти продукты стоят на единой поисковой системе, access. То есть, может быть, немножко это все сложно для понимания, вот и непонятно вообще все. А я говорю, ну, представь себе, паровоз, да, паровоз, вагон. Ну, вот недавно здесь я видел, шел в состав, я посчитал, 200 вагонов было прицеплено. 200 вагонов. Вы знаете, я был со своей мамой, да, она как бы помнит, она какое-то отношение имела в железном дороге. И она говорит, ну, такого, говорит, я, говорит, не видал. Чтобы 200 вагонов были прицеплены к одному паровозу. У нас в Союзе, там, я не знаю, ну, там, 20 вагонов, там, не знаю, ну, 40, может быть, вагонов. Но это много. 200 вагонов было прицеплено, и каждый вагон что-то тащил. Вот представьте себе, то же самое access. Это access. Сегодня на access, может быть, я не знаю, там будет чуть-чуть что-то, да, привязано и едет. А будет много всего. Но платформа паровоза один. Тащить будет одна платформа. Вы же понимаете, чем больше нацеплено на эту платформу, да, и каждый пользуется чем-то на этой платформе, и этот паровоз получает больше денег. Понятно? Если паровоз вез 100 вагонов, ему меньше заплатили, чем тот же паровоз, который везет 200 вагонов. Это понятно, да? То же самое происходит и с нашей компанией. Все, реклама какая бы ни делась, не важно, чем бы человек ни пользовался, вело, локальные программы, программы, или играл в игры различные, там, где эти играют, да, все это поднимает компанию access marketing в рейтинге. А раз она поднимается в рейтинге, значит, ту рекламу, которую делают люди, она быстрее поднимается наверх. Она на более высоких местах. Я сказал, что мы сегодня уже на 400-х местах, да. Проверьте, на valixa.com, да. Я в следующий раз вам скажу, я думаю, что будет еще лучшее место. Но пока это не важно, потому что мы работаем, да, еще компания работает, она готовится. Она знает, что это будет. Причем, в степени, в рейтинге, мы будем первые. Я не знаю, будет ли это так, но, наверное, будет. Наверное, будет. А я бы сказал вот так, а что, если допустить, что да, так и будет, да. Представьте себе, что допустить, что да, так и будет, а кто-то подумал, что нет, да, и эту возможность упустил. Сегодня в компании привязывается кошелек дополнительно UnionPay. Вы знаете, это огромный-огромный кошелек электронный. Хотя у нас прекрасный кошелек UKESH, у нас прекрасный кошелек E-Wallet. И я вам скажу, что деньги выводятся регулярно, ежедневно, да. То есть не раз там в квартал, не раз в год, а ежедневно. И можете выводить ежедневно много-много раз. Ежедневно. За последние там пять больше лет ежедневно. Ежедневно. Практически ежедневно. Был только там первый год, когда у нас была проверка, там, 4 месяца. 4 месяца была проверка у компании. Некоторые говорят, вот была проверка. Я говорю, ты как-то думаешь, что плюс или минус? Что ты пришел в компанию, которая проверена правительством Соединенных Штатов. Одним из самых серьезных правительств с точки зрения подхода к компаниям, да, к любым компаниям. Самое строгое правительство. Потому что даже европейское правительство, компания, которая имеет разрешение европейское, не настолько она надежная, как компания, которая имеет проверку американскую. Потому что американцы закрывают все, если есть малейшие какие-то у них, так сказать, сомнения. Я думаю, что вы это знаете. Все закрывают. Сейчас вот закрыта еще одна огромная компания. Миллиардная компания закрыта сейчас. Вот буквально вот сейчас. Все. Буквально несколько дней назад. Накрылась там. Много людей пострадало. А почему? Потому что я всегда говорю. Да, вот как я когда-то моему сыну объяснял. Я ему, я просто расскажу вам эту историю, может быть кто-то слышал. Когда у меня строительная компания, я сам строитель. И мой сын, когда он закончил школу, он решил подработать себе денег. Я говорю, ну иди ко мне в компанию, я тебе 10 долларов в час дам. Ну ты же не будешь платить как хорошим рабочим, да? Ты еще никто, ты еще такой, пойдешь учиться. А он говорит, а нет, 10 это для меня мало. И он там нашел какую-то компанию, которая мне дала 17 долларов в час. Ну я говорю, конечно, раз там тебе где-то дают 17. За то же самое, конечно, иди туда. Вот прошел месяц, он там себе считает, говорит, вот я вот у тебя по 10, а тут по 17. Я говорю, ну ладно. Проходит месяц, его, значит, там поставили в какой-то квартире что-то делать. Он там поработал. Проходит месяц, когда ему дали молоток, там еще что-то, зубил его, там что-то там валил, какие-то стены. Вот. Каждый день ходил на работу. Проходит месяц. И тот работодатель, который дал ему эту работу, вообще исчез. Не пришел даже за ним, да? Не вообще, исчез. Он взял аванс у хозяйки, поставил рабочего, а сам исчез. Это хозяйка, естественно, говорит ему, он все равно говорит, где работа, где у вас хозяин? Он говорит, я сам не знаю. Ну она понимает, что он сам работник. Короче говоря, не заплатили ему за месяц, да, 17. И я ему говорю, вот так скажем, вот что лучше, 17 в час, которые тебе не заплатят, или 10 в час, которые тебе заплатят? Вот ты подумай, вот сделай вывод. Всегда нужно, чтобы было все реально, да? Реально. Так вот, компания, кстати, маркетинг, она сегодня реально платит деньги закона. Почему? Потому что компания законная и легальная, и она выполняет функции, которые поддерживает правительство Соединенных Штатов. Одобряет, да? Одобряет. Компания имеет офис, технологический офис, который находится в Силиконовой долине, я думаю, это наш главный офис. У нас еще есть целый ряд офисов. Ну, это наше лицо, да, наш главный офис, который можно показать, да, который, вот вы видите, имеет конкретный адрес, который можно проверить, да, можно проверить и посмотреть. Окей, вот, там работает сегодня очень много классных специалистов, и мы ждем от них результатов. Компания Аксесс Маркетинг, она имеет целый ряд направлений, целый ряд направлений, вы понимаете, что задачи ставятся разным людям, это разные направления, это направление ревордов, да, это целое направление, целое направление, ревордов, я думаю, что многие скоро попробуют, что это такое, это хорошая вещь, да, эти реворды можно заработать на игра и виды, на поиски в системе, и на многих других продуктах, просто, то есть нашими продуктами, просто делая серфер, просто просматривая рекламу, и вот на этой неделе, на этой неделе вы увидите, вот, новое, новое расположение, именно по ревордам, как можно будет снимать реворды, да, вот, сейчас заработают новые кнопки, потому что сайт наш переделывается, вы знаете, что у нас сейчас новый веб-сайт, новый веб-сайт выйдет, уже висит, что выйдет сумма, да, написано, что каминг сумма, новый веб-сайт, уже все знают об этом, будет очень красивый веб-сайт, этот прекрасный, да, он 5 лет работал, был прекрасный веб-сайт, новый будет очень красивый, да, я видел уже его дизайн, я видел, как оно все выглядит, будет очень красиво, да, то есть будет престижно показать этот веб-сайт другим людям. Это направление аксесс-маркетинг, это Викэш, целое направление, это целые банки, вы знаете, Стихренов сказал, что у нас в банке Викэш за день проходит столько транзакций, не каждый обычный банк проводит столько транзакций, но это правда, у многих людей, у наших лидеров по 10-15 тысяч транзакций в день, в день, да, не в год, я говорю, это я говорю ежедневных транзакций, и по компании это миллионы-миллионы транзакций, миллионы. Поэтому Викэш, наша система, я думаю, нравится всем, всем нравится, потому что работает безотказно система, ну, представьте, перевод денег в любую точку земного шара, 1 доллар, да, я не ошибся, 1 доллар с Викэш на Викэш. Ви-вэбс направление, это все, что связано с программами по хостингу, по обслуживанию, Ви-вэбс каст, да, бизнес-сервисы, мобильные сервисы, где о каждом можно говорить часами, долгими часами по каждому сервису, это каждый имеет отдельное направление. И, как я уже говорил, что главное, главное направление, это мобильное направление. И у нас выходит в этом месяце, надеюсь, мы скоро с вами увидим, Ю-чат, да, Ю-чат. Казалось бы, бесплатный продукт, да, бесплатный продукт, можно все, что угодно здесь делать, да, без всяких реклам, я думаю, что будет очень удобно, потому что делают, ну, просто, ну, просто, должно быть очень удобно. Но самое главное, пользуясь этим всем, мы можем заработать, представляете себе, чтобы нам в скайпе платили деньги за то, что мы пользуемся скайпом. Плюс, видео можно тут же записать, тут же отправить, плюс много-много-много опций. Самое главное, бесплатно. И тут самое интересное, что толпа будет пользоваться бесплатно, а мы с вами за это будем получать деньги. Тут вот парадокс, да, интересно, многие не поймут. Да, как сегодня, скажем, за каждый клик в интернете кто-то получает доход. За каждый клик, вот если вы что-то там кликнули, кто-то деньги получает, потому что как-то это переводится в его рекламу, да. То есть там целый-целый механизм, но так получилось, что сегодня мы с вами причастны к этому. Я иногда даже думаю, да, вот если самому такое создать, ну, просто невозможно, знаете, сколько денег. Я даже подумал, ну, взять одного программиста, одного, я не говорю там сотни и все остальное. Просто взять одного программиста. Какие это огромные затраты. Вот представьте себе. А мы с вами получаем возможность в идти в бизнес, ну, просто феноменальные возможности. Я это, знаете, как расцениваю? Я расцениваю, что как бы вот вы идете в пещере, да, какой-то, по пещере идете, а в пещере находится золото лежит. Просто валяется, да, вот. Вы слышу сразу первую мысль, да, давай-ка я нахватаю этого золота в карман и себе навожу. А другой придет, подумает, нет, так, я пойду подгоню тележку какую-то там возьму, да. А третий думает, нет, я пойду подгоню сюда грузовичок маленький. А четвертый думает, а я сюда трубопровод провожу. Вот примерно вот так вот все это примерно выглядит. Некоторые приходят и говорят, да, что это золото? Зачем нам золото? Знаете, как когда-то говорили, да, зачем нам золото, да, большевики когда-то говорят, зачем нам золото? Все равно скоро будет мировая революция, все равно все наше будет. Можно обдавать. Я, знаете, недавно читал, как распродавалась галерея в Ленинграде, Эрмитаж. Такие картины продавались за бесценок, просто. В 28-м году это началось. Да, и за эти деньги начинали строить всякие там дни прогессы там и прочее, прочее. То есть просто было, да, все нужны деньги, распусти, продали там такие шедевры, которые бесценны были. И благодаря тому, что Гитлер пришел в 33-м году и закрыл представительство советское, да, закрыл его просто по продаже картин, сохранилась вот та галерея, которая сегодня имеется, да, там бы все распродали бы. То есть легко. То, что другие неживали по 300-400 лет, а тут досталось даром, бесплатно. Конечно, на оберении хочу, деньги живые. Поэтому, я думаю, что мы с вами будем довольны, да, и уже в апреле месяце нам это предстоит испробовать. Вот, хотелось это все испробовать, готовилось, да, но, к сожалению, по политическим причинам, по политическим причинам, временно конференция московская подкладывается, подкладывается, да, на сок, который пока неизвестен. Но, как только потеплеют отношения, я надеюсь, что они потеплеют, ну, что там уже сегодня, в мире, когда есть интернет, там что-то, мир единый становится. Мир становится единый, никуда тут не денешься. Либо надо закрывать интернет, да, либо опять на 100 лет закупориваться и быть, так сказать, самим. Я думаю, что политики, я думаю, что они все-таки люди благоразумные, и они договорятся, договорятся. Бизнес, он не вне политики, мы вне политики. А, кстати, с видео, как я уже сказал, целое направление на этом видео, это как на ютюбе, мы будем там выставлять свои видео. Они там будут играть, мы там будем рекламировать, знаете, как удобно, раз, где-то что-то увидел красивенькое, записал себе быстренько, и тут же с СМС, и тут же отправил, как СМС, себе же, сюда же, на Аксесс на видео. И всем дал, идите, ребята, смотрите, дал им ссылочку, ребята, смотрите. И там разбил по группам, я думаю, что должно быть очень, ну, это должно очень понравиться. И самое главное, все в одном месте, и легко в одном месте. Почему именно Аксесс? Потому что в одном месте. Видите, есть тут скеджу, да, график, когда что будет выходить, да, вот оно, все тут, по квартально, видите, Q1, 0,2, он уже заканчивается, видите, вот сейчас вот все заканчивается. Немножко идет задержка на 10 дней. На 10 дней, сказали, идет задержка нашего ючата. Вот, ну, бывает, да, конечно, задержка бывает, люди работают, когда такое количество людей, все совмещается. Ну, сказали, еще 10 дней, надо от графика немножко, это нормально, да, это нормально. Когда новое делается, вообще, когда это все предусматривается за много-много-много месяцев, если идет немножко ошибка на 10 дней, то мы это понимаем. Итак, наша бизнес-модель, это интернет-технологии, да, это интернет-технологии, да, естественно, что есть и бизнес-план, есть все-все-все под эти интернет-технологии. То есть, конечно, когда все это есть, конечно, можно зарабатывать, понятно, да? То есть, когда мы можем зарабатывать деньги, когда мы можем стать вообще богатыми, когда мы кому-то оказываем услуги, и люди будут довольны. Все, нет другого. Нет другого. Вы знаете, когда мне люди сегодня говорят, вот хочу зайти в компанию, чтобы я положил 2000, и каждый день снимал по 2000, там, или каждый месяц. Ну, нету такого, ну, не бывает. А если такое бывает, значит, будет обвал или облом. Кто-то написал, что политики никогда не будут благоразумными, они только думают, как бы наложить, просто, ну, давайте выражаться не будет, да? Я не люблю, когда люди выражаются, или там начинают критиковать, или там ругаться, или что-то ненавидеть. Вы знаете, мы обычно ненавидим то, что есть в нас внутри. То есть, если человек чем-то недоволен, значит, именно это есть у него. Ну, это же понятно, да? Понятно. Если я иду, допустим, лежит там бомж на улице, и меня это не касается, ну, лежит все человек и лежит. Мы же не там нервничаем, да? Мы начинаем там психовать там и прочее. У нас не колышет. Но когда нас начинает что-то колышет, именно это есть у нас. И мы больше всего ненавидим собственные накатки на других. Мы. Если человек ненавидит ложь, да, я не говорю, так сказать, ненавидит ложь, посильно ненавидит ложь, значит, что-то есть в нем, в этом, да? Пусть не обижается человек, да? Мы не можем что-то ненавидеть. Раз это дано, это дано человеку для учебы. Все, что есть, дано правильно всегда. Все, что в жизни у нас есть, все всегда правильно. Даже если мы думаем, что мы неправильны. И все, что мы имеем, мы имеем правильно в соответствии со своими мыслями и желаниями. Это отдельная тема. Итак, ритейл сейлс, онлайн сейлс, ревеню шер и аннил профит шеринг. Немножко сегодня задержались, да? Сегодня я немножко что-то задержал. Задержал лекцию, поэтому будем заканчивать, да? Будем завершать. Итак, 4 года оплаты. Это огромные пласты, ритейл сейлс, дорожничная продажа, огромный пласт, дорожничная продажа. Онлайн продажа, это целая продажа через интернет, целый пласт. Ревеню шеринг, это всем нравится, о, это всем нравится. Ежедневно, новенькие заходят, сразу получают оплату. Сразу. Откуда? С того, что заработали старенькие еще. Чудес нету. Просто они делятся. Система такая. Но, когда новенький становится стареньким, он тоже потом делится, ну, как бы, не лично делится, но, когда приходят новенькие, тоже делятся на новенького. Вот, как бы, пришел человек новенький, да? На работе. Его уже кормят. Ну, чтобы дают. Ну, с тем, что он будет работать, конечно, да? Эннел шеринг. О, это то, что сегодня, ребята, до 31 марта остался один день. Один день. Вот на этом, пожалуй, стоит остановиться еще пять минут. Итак, есть планы. Видите, ну, есть все детали. То есть, все можно зайти в офис, посмотреть детально. Есть планы персональной продажи, розничной. Планы, продажа розничная, да? Есть, 35% идет на обязательные выплаты, 35% идет на премирование. Все расписано по группам, да? Можно, чем больше человек продает, он поднимается по служебной лестнице. Есть все проценты. Это всегда можно посмотреть, спросить у спонсора, да? Или посмотреть прошлые лекции, там это все подробно, расписано. Ну, собственно, и каждый разберется. Причем, можно пойти на русский язык в офисе и подробно разобраться. Да, подробно разобраться. Ну, я вам скажу, практика показывает, что я и сам такой был. Да, я когда вошел, ничего этого не знал. Разобраться потом. То есть, невозможно, некоторые хотят сразу быть профессорами, где-то было. Ну, невозможно. То есть, все равно человек должен где-то понимать, что он должен все охватить. Поэтому, в общем, впечатление, что он должен получить. Нравится ему, не нравится. Его или не его. Но, вот на последнем, я не могу. Да, и вы видите, у нас зарабатывают серьезные деньги. Казалось бы, интернет, то, чего я сюда пришел, да, я как бы не думал, что здесь можно серьезные деньги зарабатывать. Более того, как бы компьютер, и с компьютером можно деньги вложить в карман. Для меня это была вообще загадка. Я был просто темный человек, да, ну, просто темнота. Я не понимал, я вообще даже не представлял, как там в компьютере деньги переложить в карман. И когда мне был Биауэлл, у нас есть компания Аксесс, Love Foundation, которая называется, да, это как бы такое подразделение, которое занимается пожертвованиями, да, помогает тем, кто нуждается. Самое главное, то, что еще пять минут хочу посвятить. Это Equity Shared Plans, это то, четвертое, четвертый вид оплаты, да, то, что люди говорят, вот хотелось бы зарабатывать, как бы, видя свое финансовое будущее, с чего иначе, что можно сегодня создать себе, вот, согласно этого, Equity Sharing Plan, то есть, акционерное, попасть в акционерное общество, создать себе деньги, да, с Sharing Plan, и затем, когда компания выйдет на ПО, за эти деньги купить со скидкой акции, и, если в этот момент наша компания будет хорошо подниматься по акциям, то, возможно, следующие там 15, 20, 30 лет зарабатывать по этим акциям, да, зарабатывать по этим акциям. Итак, и сегодня для стареньких, всех, кто вошел в компанию до 31 октября 2013 года, для всех, с Сейвен План предусматривает, что, кто когда-то покупал 2000-й пакет, неважно, хоть 5 лет назад, хоть год, если до 31 марта этот человек аккумулирует 5000 долларов новых продаж, то он будет активный и квалифицирован на 2014 год. Все, люди старенькие после 31 марта все, больше квалифицирован не будут. Причем, эти 5000 долларов можно выполнить как на себя, как под собой, не имеет значения. Некоторые делают, будут покупать под собой, чтобы получить дополнительно проценты, там, 10% или 15%. Это неплохо. Это неплохо. Но, я сразу хочу этих людей предупредить, что вы не сможете купить акционерных денег, да, акционерных денег с клуба учредителей именно на эту сумму. То есть, вам не будет начислена на эту сумму, если вы купите под собой. Я надеюсь, понятно это, да? То есть, только когда вы на себя берете, да, вы будете квалифицированы, но эта сумма вам будет начислена без учета этой суммы. Если вы купите на кого-то другого, если вы купите лично на себя, значит, с учетом этой суммы. Имейте это в виду. Имейте в виду. Собственно говоря, это все, что я сегодня хотел сказать. Абсолютно все. Сегодня последний день для квалификации всех старых членов. Ну, и для новых членов тоже сегодня последний день, когда можно стать квалифицированным клубом учредителей за 2000 плюс 5. 2000 лично и 5 под собой. Потому что следующий, с 1 апреля это уже будет 2000 плюс 10. с 1 апреля это может быть 2000 плюс 20. Сегодня тоже последний день. Кто новенький вошел с 1 января по 31 марта имеет возможность лично сделать персональный пакет за 2000 и в первом уровне 5000 тогда он квалифицирован на клуб-учредитель. Что такое клуб-учредителей 2014 года? Я вам скажу. В 2013 году разделено порядка 5 миллионов долларов и должен вам сказать, что в 2014 году за первый квартал уже выполнен объем, который сделан в 2013 году. То есть приблизительно в 2014 году будет делиться 20 миллионов долларов. То есть что это означает? Что делиться будет сумма большая, а людей, которые будут квалифицированы будут меньше. Поэтому вот думайте сами и гадайте сами. На этом я заканчиваю сегодняшнее свое занятие. Мы немного сегодня задержались на 5 минут. Но ничего. Я вам всем желаю хорошего вечера сегодня, хорошей недели завтрашнего дня и всех вам благ. До свидания. Пока. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok